Всем привет, это Эдуард, и сегодняшнее видео будет полезно видеографам. Сегодня я расскажу вам, что такое накамерные микшеры, которые еще могут называться XLR-микрофонными адаптерами или, например, накамерными преампами. В общем, вот такие вот девайсы. Расскажу, что это, зачем это, кому это может быть полезно. Будет интересно. Поехали! Рассказывать я буду на примере вот такого вот девайса. Это достаточно простой накамерный микшер BeachTek DXA Micro Pro, но он обладает всем необходимым функционалом. Стоит он всего 150 долларов и делает, в принципе, все, что вы можете ждать от накамерного микшера. Зачем эта штука нужна? Первый основной способ применения этого девайса – это записывать звук сразу с двух микрофонов. К примеру, вы можете подключить к нему петличку и накамерный микрофон и записывать звук с одного и с другого. Потом при монтаже выбрать, какой звук вы хотите использовать в каждый конкретный момент времени. Когда петличку, когда накамерный микрофон. Или, например, подключить к нему две петлички и записать голос двух людей сразу в один файл, ничего не нужно синхронизировать, просто готово, выбрали, когда какой микрофон включить, и у вас чисто записанный голос от двух людей, который вы получили очень быстро. Вторая причина использовать этот девайс – это если вам нужно записать звук с XLR микрофона. Дело в том, что камеры, которыми мы пользуемся, большинство из нас, не имеют XLR-порта, не поддерживают питание через XLR-порт. Это могут похвастаться кинокамеры, специальные видеокамеры. Из каких-то недорогих и доступных всем камерам, это, наверное, только новый Blackmagic Pocket Cinema 4K, в котором есть XLR-порт, который поддерживает фантомное питание. Все зеркалки, все беззеркалки, которыми большинство из нас, думаю, пользуются, такого порта не имеют, соответственно, им нужен какой-то девайс, который поможет записать звук с XLR микрофона. Записать звук с XLR микрофона вы можете, например, с помощью диктофона. Это отличный девайс сам по себе, очень полезный. Старшая модель, которую вам придется купить, чтобы использовать XLR микрофон, еще и сама по себе очень навороченная. В нем отличные будут встроенные микрофоны, можете по-разному его использовать. В общем, девайс отличный, но с одним большим недостатком. Звук с него потом придется синхронизировать с видео. Если вы не хотите это делать, даже с учетом того, что это сейчас быстро, там есть плагины и все остальное, ну просто это все равно занимает время. Все равно вам нужно на него потратить. Если вы не хотите его тратить, то вам поможет камерный микшер. Еще один вариант, используемый на камерном микшере, это создание такой подушки безопасности для себя. Вы можете, если вы используете всего один микрофон, писать звук в разные каналы с разной чувствительностью. Например, в левый канал вы пишете звук с нормальной чувствительностью, с вашей рабочей, которую вы всегда используете, а в правый канал ставите чувствительность на 10 дБ меньше. Все видео вы используете звук только из левого канала, а если вдруг на видео происходит что-то очень шумное, что создает перегрузку в левом канале, вы берете этот кусочек из правого канала, где звук всегда записывается немножко тише. Немножко подтягивайте его до уровня левого канала И получайте ровный звук без перегрузки Отличный способ обезопасить себя во время записи каких-нибудь праздников Каких-нибудь ивентов, где может неожиданно возникнуть какой-то громкий шум Еще одна полезная функция этого девайса — это возможность мониторить звук Вы можете подключить к нему наушники и слушать, какой звук отдается в камеру Это, конечно, не так надежно, как слушать звук в самой камере Потому что вы слышите сигнал, который идет к ней, но не который она реально записывает файл Но лучше так, чем никак Если у вас Sony, например, который не имеет портов для наушников То лучше слушать хотя бы вот этот звук, чем никакой Так как накамерный микшер выступает связующим звеном между микрофоном и вашей камерой Вы можете использовать его предусилитель вместо предусилителя в камере Это может быть полезно, когда предусилитель в вашей камере не очень Это, например, касается Canon Большинство Canon в предусилителе ставят просто отвратительные Поэтому даже недорогой девайс вот такого типа за 150 долларов Значительно и очень заметно улучшит ваш звук Как это сделать? Вы просто подключаете микрофон к этому девайсу Подключаете этот девайс к камере И в камере восстановите минимальную чувствительность Прямо на самый минимум, на 0, на 1, на что-то такое И нужную громкость микрофона получаете с помощью настроек вот этого девайса Установите здесь чувствительность, которая позволяет записать звук достаточно громко В этом случае предусилитель в камере будет использоваться по минимуму И все усиление будет делаться с помощью вот этой штуки В итоге звук получится заметно чище Мы сделали небольшой тест и записали звук напрямую в Canon 80D И в Canon 80D через Z предусилитель Если будете слушать звук в наушниках хороших, то услышите разницу моментально Смотрим Чтобы вы могли сравнить, сейчас мы пишем звук в Canon 80D Чувствительность на камере мы убрали в минимум Все усиление микрофона делается через накамерный микшер Звук звучит вот так вот И сейчас мы подключим нашу петличку напрямую в камеру И сравним, какой будет звук в этом случае Теперь наша радиопетличка подключена напрямую в камеру Canon 80D Усиление в камере пришлось поднять значительно, практически до максимума И звук теперь записывается вот так вот По идее должно быть гораздо больше шумов, которых не было в прошлый раз И звук в целом должен быть немножко хуже Поэтому предусилитель у нас сейчас самый дешевый стоит BeachTek за 150 долларов Поэтому если вы возьмете что-то более дорогое, то разница будет еще более существенной Ну вот за 150 долларов получите вот такую вот Ну что ж, на этом все Если видео было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь Если хотите, чтобы мы копнули глубже чуть-чуть в эту тему Пишите в комментариях обязательно, потому что мы буквально вот только прошлись по верхам Увидимся в новых видео, пока-пока